Так, 47 серия маршрута Мурманск-Магадан, пятый день. Значит, я сразу прочитаю сообщение, комментарии и отвечу. Автобот написал, показывайте всегда маршрут на карте в начале, если не сложно. Так, ещё мне эта музыка нравится. Да, мне тоже она нравится, которая в начале видео звучит. Значит, я предлагаю, если я правильно понял, два варианта. Первый вариант. В начале каждого дня показывать весь маршрут дня. И перед началом каждой серии трек этой серии, если я правильно понял. Вот предлагаю сейчас посмотреть трек дня. Он ускорен в 64 раза. Те, у кого нет времени, но необходимо знать информацию о трассе, могут вот этот участок, он длится, наверное, минут 10, посмотреть его. Ну, а те, кто располагает временем и интересно посмотреть на природу, значит, после трека серии. Ну, как мог, объяснил. Так что, пока ещё есть время, пишите, какие корректировки вести, какие будут пожелания, советы, рекомендации. Я постараюсь их учесть. Ну, теперь слушаем музыку и смотрим 47-ю серию. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 А, мост Ремонтируют мост Ну, здесь тоже нужно сказать За дорогой следят Вот видите, такие светлые, звееобразные узкие полоски Это говорит о том, что Крещены щели, которые появляются На дорожном полотне В которых уникает вода, замерзает Ну, идет разрешение дорожного полотна Тут вовремя изольвируют Субтитры делал DimaTorzok Аплодисменты 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смартфон быстро разряжается... Яркость была большая... Поэтому... Два раза уменьшила яркость... Здорово сильно привыкаешь... К этим... Техническим... Мещам... И без них потом как без рук... Раньше... Водители... Дальнобойщики... Или... Как их еще называли... Поливальщики... Поливные... Вот они знали... Дорогу... Наизусть... Дорог было немного... Состояние было... Катастрофическое... Они знали дороги наизусть... И... Цены этим людям... Не было... А сейчас... Когда появились... Все эти технические... Новинки... Приспособления... Ну... Взять тот же самый... Навигатор... Любой человек... Практически... Проможор... Может... Беспроблемно... Добраться туда, куда нужно... Минциклер... И... Валькер... Кого-то догоняю потихоньку. Туристы поехали по всей вероятности, багажник на крыше. Кого-то догоняю потихоньку. 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 Дорога А-119. Кого-то догоняю потихоньку. Кого-то догоняю потихоньку. Кого-то догоняю потихоньку. Выбрать место дороги вот такого качества. Ну, вот эти вот перекрестки, так называемые, даже знаки не стоят, что перекресток, вот видно, что есть съезд. Но когда посмотришь, асфальт, ну, там, на 10-15 метров, дальше начинается слякать, грязь, глина, чуть ли не лесные тропы, чуть ли не лесная тропа. Ну, видно колея, значит, по ней автомобили ездят. Надо на карте просто посмотреть, какие населенные пункты там находятся. Там живут люди, вот правый поворот, обратили внимание, если заметили, 10-15 метров, асфальт, а там, понятно, средств нет. Таких дорог в России, я имею ввиду, покажи, как назвать этот тип дорог, деревенского значения, что ли. Их есть счастливое множество. Их есть счастливое множество. Я не призываю тропинки в лесу асфальтировать. Ну, вот такие дороги, которые ведут к брошенным деревням, к брошенным населенным пунктам, где уже никто не живет. Брошенных деревень в России, если не сотни, не десятки, то сотни тысяч брошенных деревень. В интернете лазил, смотрел. В общем, утрущающее впечатление. Очень жалко, что люди уезжают. А почему уезжают? Потому что дороги туда нет. Туда ни скорая помощь не проедет, ни пожарная, никто. А ведь там жили люди. Дома строили. Там видео в интернете и огороды заброшенные. То есть люди жили полной жизнью. Ну да, старое поколение умерло, молодежь уехала. Города. Печально, печально, конечно. Печально, конечно. Даже между... Москвой и Санкт-Петербургом. Тоже проезжаешь и смотришь. Брошенные... Ну как брошенные... Там хозяин, конечно, у них есть. Он это все подает. Но сам живет в другом месте. Там, возможно, жили его предки. Столетиями. А-119. Ну вот, проехали 109 км от Медвежьегорска. Вопросов к дороге нет. Абсолютно. Молодец автодор. Молодцы дорожники. Молодцы администрация, которая следит за этим. Пожалуйста, стояночка. Сейчас посмотрим, какого качества она. Вполне приличное место. Территория заасфальтирована. Пожалуйста, любая семья, утомившись, может остановиться, отдохнуть, оправиться. Нет, автодор, просто автодор работает. Я двумя руками голосую за автодор. Конечно, были бы у них больше возможностей. Они бы даже тропинки закатали в асфальт. Нужно ли это или нет, я не знаю. Должны быть тропинки, по которым человек ходит. Но дороги к заброшенным населенным пунктам можно восстанавливать. И вообще, я думаю, нас, стариков, вполне порадовало бы, если бы мы оставили большие города и разъехались по таким деревням. Таких, как я, я думаю, будет много, очень много. Но что я вижу в городе? Ну, салюты, ладно. Там, ну, какие-то еще мероприятия. Я-то из дома практически не выхожу. Ну, вышел там, прошелся по парку, вот этот, по каскадному парку с палками. И все, с внуком поиграл в футбол. И весь день на диване, на кровати. Вот этого и брюхо отвисло. Может быть, со временем будет программа по переселению. Ну, не по переселению, а по организации жизни для пенсионеров в деревнях. Есть заброшенная деревня. Ну, минимальное капиталовложение туда сделать. И старики, пенсионеры с удовольствием будут там и огородом заниматься, и садом. А это как-ли-как экономика. Это и молодежь поддержит. И старикам будет удовольствие. Выигрывают все. Но нужна такая программа по организации жизни в брошенных деревнях для пенсионеров. На деревне для пенсионеров, например, 50-100 домов в деревеньке. И туда всех нас. Ну, как всех. Живающих. Во-вторых, я бы просто был бы счастлив. Город с его темпом, с его ритмом, это для молодежи, кому нужно реализовать свое предназначение, свои планы, желания. Вот, они пусть в городе. Так. Расход бензина 5,8. Показывает на 100 км. Пройдено 118. Средняя скорость 50 км в час. Да, я опять к этим деревням, к этим поселениям, к деревушкам. Сейчас тоже позволяет техника все это организовать. Здесь будет высокоскоростной интернет, дороги, ну и квадрокоптеры, которые будут доставлять необходимые лекарства, какие-то продукты, еще что-то. Возродится деревня И я просто уверен, убежден Что если вот Старикам Дать вот такие Брошенные деревни То и молодежь туда потом Потянется И увидят насколько Жить в деревне Жизнь в деревне отличается От жизни в городе В то время я Работал Старостеклянный спиртзавод Это в Лизанской области Вот даже сам воздух Напитан Спокойствием, благодушием Конечно, молодежи Спокойствие, благодушие Оно не по ритму А вот людям Даже предпенсионного возраста Вот где еще можно использовать Ресурс Человеческий ресурс В частности пенсионеров Не только судебные заседатели Они бы могли По интернету Выносить Своё решение Ну и Пользу приносить в плане Продуктор Кто-то пожелает Разводить дома птицу Кто-то живет Кто-то живет Скотину Скотину Там Бараны Телята Встает вопрос По корме Для Для Живности Домашней Маломощные Такие Наподобие Ну и не трактора Наподобие Квадроцветла Цикла Потянется Потянется Молодежь В такие Населенные В такие деревни Я даже Сомнений в этом нет Но Нужно время Нужны Уложения Нужна Программа Государственная Сейчас Тенденция Все тянется В центр Там Работа И так далее И так далее Кстати Сейчас Могу ошибиться Коданом По-моему Компания Лей Первая Она Организовывает Такое Производство Молочное Далее от города Ну как Далее Сторож Может быть 150 километров Сейчас Не помню Название Я просто Видел Чуть ли не Посреди Поля Возвели Строение И люди Едут туда На работу Из Москвы Это правильная Политика Это очень Верное направление Развития Экономики Там Где стоит Такое Производство Рядом Оживает Жизнь Оживает Жизнь Так можно Говорить Зарождается Жизнь Ну вот 128 километров От Блежьегорска Объехали Вот здесь Разимало Место Чтобы Какие-то Есть Наверняка Есть Заброшенные Брошенные Деревни Министерство Экономического Развития Нужно Обратить Внимание На эту Проблему Земли Очень Много Земля Глодородная Можем Человеческий Эрисус Ну что Дорога Неколей 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 Неколобин Во-первых За дорогой Следят Это уже Не вызывает Сомнение Во-вторых Это Коммуникация Связь между Городами Между населенными Пунктами Пошел Дождь Я не вижу Луж На дороге Человеческий Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Собирается вот такая кучка машин Возможно Не знаю Много лет не ездил здесь Как резко прекратился Вот слева там Между деревьев видно было Здесь меня был населенный дом И живое место В смысле живут люди Живей радуйся Такая природа, такие дороги Он с левой стороны Я не могу просто остановиться Чтоб показать Сколько брошенных домов Полуразвалившихся Ё-моё Обалдеть просто Песчаные Посмотрите на карте Забейте в интернете Песчаные И убедитесь И убедитесь в правоте Моих слов Это невозможно Насугасило Насугасило Глаза Полуразрушенные Оброшенные Дома Конечно Хозяин у них есть Никто не спорит Но никто Не живет Никто не спорит Одно Расстройство От такой Картинки К сожалению К огромному К сожалению Очень много Это Возле дороги Километрах 50 100 200 Километрах Возле дороги Километрах Километрах К� Километрах Километ folο Клиника Распасиливается, уже плюс смысл на парковку перелезать. Тоже хорошая парковка, можно остановиться там, я думаю переночевать можно. Продолжение следует... Посматривая видео, вы тоже задумаетесь об этом, обратите внимание. Кстати, в низине уже, по-моему, образовывается луч. Продолжение следует... Из-за того, что дорога... Идет вверх-вниз, наверное, и по этой причине луж нету. Продолжение следует... По телевизору показываю, как иностранцы... Со всего земного сара... В Заприке, с других континентов... Приезжают... Их живут в России... Вот... В повседской местности... Исчастливы... 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 Так что... Деда Вова... Кстати... Одного года рождения... Я даже старше его на... Пару месяцев... Исчастливы... 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 Так что здесь в Вова... Надо... В этом плане немножко... Подумать... Ты Россию любишь... Россия любит тебя... Россия любит тебя...